Как Москва ликвидировала первого президента независимой республики Ичкерия Джохара Дудаева? Зачем Путин затеял опасную игру с пересмотром границ в Балтийском море? И во что превратилось бывшее Каховское водохранилище спустя год после российского теракта? Это исторические факты. Мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Ни один договор с Россией не стоит даже бумаги, на которой он подписан. Неважно, говорил ли на самом деле эти слова Отто фон Бисмарк, ставшая крылатой фразой, как нельзя лучше характеризует истинную политику Кремля. В 1996 году закончилась Российско-Чеченская война, которую Россия проиграла. 31 августа Москва вынужденно подписала мирное соглашение с руководством Чеченской республики Ичкерия, согласно которым Кремль обязался вывести свои войска. Вот только политический вопрос о статусе республики стороны отложили до 2001 года, и это была ошибка чеченцев. Но указать на нее было некому. Едва ли не единственный, кто хорошо понимал истинную политику Кремля, к тому моменту был убит по приказу из Кремля. Речь о первом президенте Ичкерии Джохаре Дудаеве. Это он еще в середине 90-х предсказал и нынешнюю войну. Как по приказу Ельцина убрали Дудаева. Исторические факты от Екатерины Павловской. Убийство Джохара Дудаева. Как российские спецслужбы охотились за первым президентом Чеченской республики Ичкерия. Попытки отравить, попытки заманить, попытки высадить штурмовую какую-то бригаду. Как Москве в итоге удалось дотянуться до Дудаева. И почему место его захоронения до сих пор никому не известно. Покореженные железные конструкции, в которых сложно угадать силуэт автомобиля. И хвостовик, попавший в него ракеты. На этих архивных кадрах все, что осталось от Нивы, в которой ехал Джохар Дудаев. 21 апреля 1996 года он был убит российской ракетой. Кремлевская пресса громко назовет убийство Дудаева самой успешной операцией российских спецслужб. Почему же столько пафоса? Что произошло в далеком 1996 году и как Москве удалось дотянуться до неулабимого чеченского президента после стольких провальных попыток. Его интервью до сих пор разбирают на цитаты, многие из которых стали пророческими. Украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. 91 год. Развал СССР. Тюрьму народов друг за дружкой покидают бывшие советские республики. Чеченцы тоже решают воспользоваться историческим шансом. Проводят президентские выборы, на которых победу одержал Джохар Дудаев. Он провозглашает независимость Чеченской республики. Но Кремль теперь уже в лице Ельцина не желал отпускать Чечню из своих железных объятий. Союзные республики откололись от всего этого Советского Союза и это казалось более-менее нормальным. Но чтобы от Российской Федерации откололась республика, чего Ельцин не хотел. Ельцин хотел дать просто автономии, но не независимости. А Дудаев это сделал. Он не побоялся, он пошел на этот шаг. В 92-м, вопреки позиции Москвы, Вичкерии будет принята Конституция и это тоже заслуга Дудаева. Принятие закона о том, что никто не может обсуждать статус Чечни, что было очень важно и всегда последствия. И второй президент, и третий, они в общем-то вынуждены были считаться с тем, что по закону нет вообще возможности говорить о том, чтобы обсуждать статус республики. Статус республики был при Дудаеве определен раз и навсегда. В 94-м Россия развяжет войну против Чечни, пообещав разгромить республику за два часа с помощью одной лишь высадки десанта. Но застрянет там на два года, неся огромные потери в людях, технике и репутации. Это наносило прям оскорбительный урон репутации Российской Федерации, как страна, которая позиционирует себя как ядерная держава, больше не конкурирующая со Соединенным Штатом Америки. Не сумев победить на поле боя, Москва решает убрать того, кто был главным вдохновителем сопротивления. На Джохара Дудаева начинается настоящая охота, к которой подключаются буквально все спецслужбы РФ. Ельцин дал Федеральной службе безопасности указание убрать Дудаева. Убрать это подойти близко к человеку, произвести акт ликвидации. Это целый большой кусок работы. Нужно как-то внедриться в его окружение. Такие попытки были. Но подобраться к осторожному генералу, в окружении которого были исключительно родственники, было практически невозможно. Двух российских агентов вычислили при первой же попытке. Конечно, эти попытки были разные. Попытки отравить, попытки заманить, попытки высадить штурмовую какую-то бригаду, чтобы окружить его обстрелы. Было невероятное количество попыток его уничтожить. Еще одному агенту таки удалось устроиться помощником к личному повару Дудаева, но и его быстро вывели на чистую воду. Повар да, но его быстро вычислили. Были люди, которые в личную охрану пробивались. Их тоже быстро разоблачили, и они были казнены. Каким же образом охране Дудаева удавалось находить российских агентов и постоянно быть на шаг впереди? На Кавказе, как говорится, один второго-третьего знает. Там каждый четвертый родственник. Информация распространяется, и проверить то или иное лицо очень-очень легко. А что до Москвы, там были чеченские группировки, которые из-за коррумпированных связей имели отношение с представителями власти, МВД, ФСБ. И благодаря им они могли пробить того или иного человека. Выкрасть Дудаева не удастся. Не получится и заложить взрывчатку в его автомобиль. Ельцин был в ярости. Именно его настойчивое давление на спецслужбы будет толкать их, искать все новые и новые варианты. Однажды российская разведка доложит. Президент Ичкерии часто пользуется спутниковым телефоном американского производства. На тот момент этот тип телефонов, сам по себе телефонная связь, она входила в использование. И, видать, технологий России, технологий Федеральной службы безопасности хватило для того, чтобы это вычислить. Научно-технический отдел российской контрразведки разрабатывает специальный прибор, пеленгующий сигнал, идущий от телефона на спутник, чтобы зафиксировать точные координаты абонента. Стоимость этой разработки была космической, но Кремль рассчитывал, что затраты окупятся с лихвой. Потратили на разработку по тем ценам, вдумайтесь, миллион двести тысяч долларов, если по дороге еще что-то не украли. Принцип работы достаточно известен. Противорадарные ракеты надо было настроить на такое маленькое, слабое излучение мобильного телефона. В апреле 96-го, после отступления из Грозного, штаб Дудаева расположился в горном поселке. Президент Ичкерии до последнего хотел договориться с Россией, но Кремль отказывался идти на контакт. Переговоры с Дудаевым ведет лишь депутат Госдумы Константин Боровой. Он был один из тех, который постоянно поддерживал с ним связь, и не только с ним, а с другими чеченскими политиками, который, в общем-то, воспринимался как один из тех российских нормальных политиков, с кем можно было говорить. И он все-таки, несмотря на свою оппозиционность, он все-таки был в холь во власть. Фатальный звонок Боровому Дудаев сделал 21 апреля 96-го, остановив свою Ниву посреди дороги. В это время в небе уже кружил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с тем самым прибором для перехвата сигнала. По команде с российской авиабазой «Моздок» взлетают два бомбардировщика Су-24. Были выпущены две ракеты. Одна застряла в земле рядом, не взорвалась. Вторая попала прямо в авто и убила Джохара Дудаева. Таким образом покушение удалось. Появится даже таинственное фото, якобы сделанное во время удара. Да нет, это фотомонтаж. Это же пропаганда. Это как мультяшки путинские про гиперзвуковые ракеты. Никто в то время не мог бы сделать такого фото, ни видео, и даже цифровой техники с такими возможностями в то время не было. Место захоронения первого президента Эчкерии до сих пор держат в секрете. В первую очередь для того, чтобы российская власть не осквернила его могилу. Это во-первых. А сделает Россия это потому, что это следующее, что я хотел сказать, потому что это место стало бы местом поломчества. Убийство Джохара Дудаева не поможет Кремлю сломить дух чеченцев. И в том же 96-м году Россия будет разгромлена. Кремль выведет войска из республики и подпишет с Грозным мирные соглашения. Так почему же Москва, несмотря на поражение, до сих пор считает убийство президента Эчкерии огромным достижением? На самом деле Дудаев очень хорошо понимал логику своего врага. И после мирных соглашений он наверняка бы знал, что нужно готовиться к новой войне. Причем не только чеченцам. В Крыму еще будет бойни. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Катерина Павловская. Исторические факты. В 1933 году кровавый диктатор Сталин назвал Балтийское море «бутылкой» и тут же посетовал, что пробка от нее не у Москвы. Намек был более чем прозрачный. Без контроля над выходом из Балтики Кремль мог забыть о своих кровожадных планах, цитата, взять за живое Англию и Америку. Решить эту проблему Сталин хотел руками своего союзника Адольфа Гитлера. А после грязной работы отобрать и пробку, и бутылку. Вот только коварный Адольф не стал дожидаться удара в спину и первым двинул в челюсть не менее коварному Иосифу. После Второй мировой планы сошли на нет. Но мечты о пробке до сих пор блуждают в кремлевских кабинетах. Иначе как объяснить опасную провокацию с пересмотром границ России в Балтийском море? Зачем Кремль затеял эту игру и к каким последствиям она может привести? Только факты об этой истории от Сергея Вензина. Посягательство на Балтийское море. Это гибридная операция Российской Федерации. Зачем Путин поднимает ставки? Игра с пересмотром морских границ на Балтике очень опасна. Отвлекает внимание от Украины? Или действительно ли готовится к войне с НАТО? Россияне точно на этом не остановится. Мы узнали, что на самом деле стоит за кремлевским планом. Искандеры и кинжалы, авиация и артиллерия. То, что может отстреливать боеприпасы с ядерным зарядом. Это кадры учений российских военных. Путин снова играет мышцами и пытается показать, какое тактическое ядерное оружие есть в его арсеналах. Эти учения совпадают по времени с появлением в российском информпространстве вот этого странного документа. Проект закона Минобороны России об изменении границ Федерации в Балтийском море. В настоящее время большую часть моря контролируют страны НАТО. Но Кремль по замыслу хочет все переиграть. И объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи Балтийска и Зеленограда. Эти города расположены в Калининградской области. Дальше больше. На границе с Эстонией в реке Нарва россияне забирают пограничные буи. Мол, не согласны с местом их установки. Взаимосвязаны ли эти три события? Не исключено, что они являются частью одного пазла. Но тогда вопрос, какую именно игру на этот раз затеял Путин и к чему она может привести. Это шведский остров Готланд. Стратегически важный форпост в Балтийском море. Ведь он расположен вблизи важных морских путей, связывающих Балтийские страны со всем миром. Когда вы контролируете Готланд, вы контролируете Балтийское море. Это примерно так же, как ситуация на Черном море. Когда вы контролируете Крым, вы контролируете Черное море. Ну, за исключением проливов, контролируемых Турцией. В январе 2022-го, в канун Большой войны в Украине, именно вблизи Готланда россияне накопили свои десантные корабли. Ничего не напоминает? Кремлевские пропагандисты с пеной урта в прямом эфире пересказывали детали мнимой молниеносной операции россиян в Балтийском море. На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Как с украинским Крымом, так и со шведским Готландом – это, очевидно, давняя мечта Путина. 40 лет назад СССР, Советский Союз, контролировал 50% Балтийского моря. Он – сателлиты. Сейчас Россия контролирует 7% побережья Балтийского моря. 93% контролируют страны НАТО. Этот инцидент стал ярким напоминанием о геополитической напряженности в регионе. Тогда шведское правительство срочно перебросило войска на остров, и эскалацию удалось остановить. Но, вероятно, сейчас российский диктатор попытается расшатать ситуацию вокруг Готланда снова. Я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россия невнимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю. Но почему именно сейчас? Неужели готовятся к прямой конфронтации с НАТО? Или просто таким образом Путин хочет отвлечь внимание западного мира от войны в Украине? Противостояние в Балтийском море имеет богатую историю провокаций. Одна из них продолжается и по сей день. Мы видим, что на протяжении последних, ну, где-то полгода, примерно, все чаще и чаще и более массово осуществляется так называемый GPS-спуфинг. То есть с помощью средств радиоэлектронной борьбы ставятся с Калининградского эксклава помехи. И, по сути, GPS работает с серьезными сбоями. На двух третях территории Польши, стран Балтии и даже Финляндию и Швецию захватило. Но может ли Россия, кроме угроз, что-то противопоставить странам НАТО в Балтике? Флот агрессора там самый маленький из четырех других. Соотношение сил сторон НАТО-России на Балтийском море очень не в пользу России. 12 к 1 в пользу НАТО. Да и на границах там ситуация совсем не та, что вблизи Украины. Путин войска туда не сгоняет. В настоящей войне он не готов, у него нету средств. Потому что просто никаких войск на границах Эстонии и Финляндии не находится. Они все находятся в Украине. Но тогда зачем Кремль играет мышцами и пытается раздуть ситуацию? Появление документа о пересмотре границ в Балтийском море совпало с переговорами в Великобритании и Финляндии о новых методах борьбы с российским теневым нефтяным флотом. Им через Балтийское море агрессор ежемесячно привозит до 90 миллионов тонн нефти и понимает, эта лавочка при таких раскладах может быстро прикрыться. Товарищ Сталин в 1933 году сказал такую важную вещь с точки зрения советской геостратегии. Балтийское море – это бутылка, а пробка от этой бутылки не у нас. Пробка у дачан, потому что они контролируют выход из Балтики и вход в Балтику. С учетом того, что все страны Балтийского региона – члены ЕС и НАТО, вот такой масштабный нефтяной трафик из российских портов в Восточной Балтике на мировой рынок может быть вдруг закупорен. Частично этот трафик также может нарушить и Финляндия с Эстонией. Между Финляндией и Эстонией, в Финляндском Саливе, есть нейтральная полоса, которая не вводит территориальную воду Эстонии, не территориальную воду Эстонии. Но вы должны понять, что если Эстония хочет, то он может все это изменить. И Финляндия тоже, что там и не будет этого коридора. Искать повод для такого шага долго не придется, он уже практически есть. Россия использует множество устаревших танкеров, которые не отвечают современным техническим и экологическим требованиям. А Балтийское море мелководное, полузакрытого типа. И любой экологический инцидент будет иметь серьезные экологические последствия. Заблокировать российский флот в Балтийском море страны НАТО могут и более изысканным способом. Они постоянно там проводят учения. В этом году они были самыми масштабными, как раз в этом регионе. И в принципе России известно, что из-за войны в Украине страны Балтии серьезно нарастили свои военные контингенты. Даже маленькая Эстония создала свою дивизию. Дополнительные силы туда стянуты. Тогда зачем Кремль устроил очередное представление с идеей о единоличном расширении границ? Прощупывает почву. Но зачем? Путин ведет гибридную войну против Запада. Это правда. Но что касается конкретно, как они использовали эти внутренние документы России, это такая больше такая блеф и игра пока. Не исключено, чтобы проверить реакцию стран. И она не заставила себя ждать. Балтийские соседи России отреагировали мгновенно. И после этих заявлений правительственных документов при смотре границ странным образом исчез. Не исключаю того, что кто-то подсказал в Кремле, что игра с пересмотром морских границ на Балтике очень опасна. Вдруг пробка от балтийской бутылки сработает, и нефтяной трафик через Балтику, приносящий деньги в бюджет войны, может быть перекрыт. Но остановится ли на этом посягательство агрессора? Я думаю, что россияне точно на этом не остановятся. Я думаю, они будут проталкивать эти темы, будут поднимать. Им нужно постоянно держать напряжение. И в этой ситуации именно от решительных превентивных действий западных партнеров будет многое зависеть. Так же, как от их поддержки Украины в войне с агрессором. Ведь наше государство, как никто, знает, к чему в конечном итоге приводят подобные территориальные посягательства. И потому главное в этой истории – их остановить. Ровно год назад, 6 июня 2023-го, российская армия взорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции, которую они захватили после полномасштабного вторжения. Таким образом, Москва хотела помешать потенциальной высадке украинского десанта на временно оккупированный левый берег Днепра. Россиянам было плевать, какими будут последствия этого теракта. А по одному из сценариев, экологи прогнозировали появление настоящей пустыни в этом районе и мощные пылевые бури. Но матушка природа неожиданно для многих экспертов вмешалась. И вот как выглядит пустыня год спустя. Пустыня или цветущий оазис? Во что превратилось Каховское водохранилище спустя почти год после подрыва ГЭС? Это историческое дно этой реки. Как выживает там местное население? Неплохая картошка была, а все остальное пропало. И возродится ли легендарный Великий Луг? Это верба, это тополь. Наш специальный репортаж с юга Украины. На этих кадрах первые часы после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Жертвами этого преступления, как на освобожденном правом, так и пока еще оккупированном левом берегу, стали 76 человек. Тысячи остались без крова. Одновременно с этим стремительно стало терять воду и Каховское водохранилище. С дня катастрофы прошло около 11 месяцев. И как сейчас выглядит бывшее водохранилище, мы отправились на юг. Для понимания масштаба катастрофы. Еще год назад это была совершенно не дорога. Здесь между двумя заливами протекала вода. А сам берег начинался приблизительно вот здесь вот на уровне железобетонной плиты. И своими глазами увидели, как живут люди в прибрежных селах. И узнали, как будет выглядеть эта местность через 5-10 лет. После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, множество ученых боялись, что на месте Каховского водохранилища останется безжизненная пустыня. Но здесь уже понемногу возрождается Великий Лук. Это верба, это тополь. И эти виды здесь совсем не случайны. Михаил Муленко – один из тех, кто уже почти год изучает последствия подрыва Каховской ГЭС. Мы идем там, где раньше понадобилась бы лодка. Здесь была вода, и глубина достигала там полутора-двух метров. Когда-то здесь был легендарный Великий Лук. После строительства Каховской ГЭС он остался только в воспоминаниях и старинных картах. Сейчас историческая природная среда возвращается. Совершенно точно можем назвать этот процесс восстановлением Великого Луга. Если использовать экологическую терминологию, это естественная сукцессия, то есть развитие экосистемы. И это совершенно естественный процесс. Но этот процесс – лишь случайность, и Украина действительно могла получить новую пустыню. Мы все знаем, что семена ивы, семена тополя, они выглядят как пух. Он равномерно распространился на поверхности воды и утонул. Если бы дамбу взорвали чуть позже, в июле, например, то эти семена, они бы потеряли всхожесть. И здесь этих деревьев бы не было, мы бы их не наблюдали. Здесь был бы песок, возможно камыш, возможно амброзия. Ученые даже делают осторожные прогнозы, как будет выглядеть бывшее Каховское водохранилище в будущем. Но проблема уничтожения Каховского водохранилища, она не только экологическая, но и социальная. Водой из него пользовались сотни тысяч людей для того, чтобы поливать землю. Либо на больших фермерских полях, либо на частных огородах. Хорошо, заходите, прошу. 20 лет назад, когда Любовь приобрела этот дом, ее огород выходил на берег водохранилища. В июне вода отступила на несколько десятков метров. Картошку мы успели выкопать, и неплохая картошка была. А все остальное пропало. Скважина глубиной в 20 метров сразу пересохла. Два месяца мы были без воды, то есть воды у нас не было, а огород не поливался. Ни пить не было, ни технической никакой. Пришлось пробивать еще одну. Рядом со старой, новый источник бесценной, как оказалось воды, влетел женщине в копеечку. 35 тысяч всего. Пробить мотор, трубу, полностью все. Новая скважина глубиной 31 метр дала не только техническую воду. Делали это анализы, делали, возили на анализ воду. Вода чистая, пригодная для питья и для всего. Но так как Любови повезло, не всем жителям этого села. Такие большие емкости установили во многих селах. Воду привозят и в сельский совет. Здесь открылся искусственный источник питьевой воды. Но решает ли это все проблемы водоснабжения нескольких тысяч человек? Два новых и один старый. Насосная станция – стратегический объект этого села. Задача номер один – сохранить оборудование от российских обстрелов. Поэтому мы не показываем кадры, по которым можно узнать эту местность, в том числе и береговую линию. Похоже, в этом селе, которое я тоже не называю за соображение безопасности, уже научились жить в режиме постоянной экономии воды. И готовиться к самому худшему. Это стратегический запас питьевой воды на случай того, если ее будет не хватать. И такие запасы, они хранятся во многих местах практически всех территориальных громад, которые находятся на побережье Каховского водохранилища. Но возможен ли баланс между восстановлением природы и потребностями людей? И не станет ли прибрежная территория такой, где жизнь превратится в постоянный поиск воды? До строительства Каховской ГЭС эта часть Днепра была настоящей природной колыбелью Украины. Более того, есть надежда на восстановление традиционных рыбных промыслов. Раньше сюда заходила на нерест рыба из Черного моря. И сейчас мы ожидаем, что эти проходные рыбы из-за отсутствия препятствия в виде Каховской ГЭС будут подниматься к своим историческим местам развития в Запорожье. Это сельди, осетровые рыбы. Если Каховское водохранилище не восстанавливать, то, вероятнее всего, процесс возрождения Великого Луга ничто не остановит. За пять лет здесь уже будут высокие густые кустарники из ивы. Через 10 лет отдельные деревья ивы, они будут уже сформированы в большие деревья. И это будет выглядеть, как вот такой пойменный лес. С другой стороны, Каховская ГЭС – это тот самый инструмент, которого так не хватает энергетикам и всем украинцам в условиях прогнозируемого дефицита электроэнергии. А для этого надо иметь соответствующие генерирующие мощности, которые быстро включаются и выключаются при необходимости. А это именно такая. И поэтому значение этой гидростанции, оно очень существенно. А в ситуации, в которой мы находимся сегодня, её восстановление становится значительно более важным, даже чем в тот момент, когда она была разрушена. Также без водохранилища Украина может забыть про ещё одну временно оккупированную электростанцию. Без Каховского водохранилища мы никогда не сможем возобновить работу Запорожской атомной электростанции, потому что сейчас она в холодной остановке и фактически на минимальных-минимальных режимах. А если её включить, она потребует большого количества воды для охлаждения. Второе – это поставка воды в огромное количество городов, до Кривого Рога включительно. У Украины уже есть международные доноры для восстановления ГЭС, но без освобождения Левобережной Херсонщины и желательно до самого Телекопа, любой проект так и останется на бумаге. Поэтому у экологов и энергетиков есть время решить, как и генерацию восстановить, и природу не навредить. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.